Слава Господу! Бог знает наши переживания, как уже было в этом псалме выражено. И Он слышит наши молитвы. Мы так верим, мы молимся к Нему. И на многие молитвы мы уже получили ответ. На много чего мы не получили. Может, в будущем получим. А что-то, возможно, и не будет отвечено Богом. Но в любом случае мы должны Ему доверять, верить Ему и надеяться на Него. Я прочитаю три местописания. Первое место это записано Римлянам, 5 глава, с 1 стиха. Итак, оправдавшись с верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. И не этим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. И второе место это записано Луки, 24 глава, с 13 стиха. Тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии 60 от Иерусалима, называемой Емаус. И разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою и от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распили Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но со всем этим уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела Его. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисей из всех пророков изъяснял им сказанное о нем Писание. И действительно, когда мы попадаем в такие ситуации, когда у нас какие-то переживания, скорбь, нам приходится терпеть. И дальше написано, что от терпения опытность, от опытности надежда. От терпения опытность. И когда человек переживает что-то, он терпит что-то, появляется у него какой-то опыт, какая-то опытность. И дальше говорится, от опытности надежда. И вообще, когда мы попадаем в какие-то такие положения, возможно, кажется, нам иногда нет выхода. Это или какая-то болезнь, или какая-то ситуация. У нас в этой ситуации рождается какая-то надежда. Нас рождается надежда, что, возможно, нам кто-то здесь поможет. И мы начинаем думать, кто же может помочь нам. И мы пробуем разные варианты. Мы подключаем, возможно, каких-то людей, которые мы знаем, что они могут что-то решить, какие-то связи, возможно, у кого-то есть. Или, возможно, кто-то надеется на деньги, или на свою силу какую-то, что он может решить эту проблему. Но наша надежда, она на нашего Господа. Слава Ему! Мы знаем, что вот эти все вещи, которые я перечислил, они могут подвести. Иногда есть такие переживания или такие тупики, где деньги просто не могут помочь. Есть такие моменты, люди не могут помочь. Но Бог, Он всемогущий, слава Ему! И блажен человек, который надеется на Господа. Но написано, что проклят даже человек, который надеется на человека. Который человека делает своей опорою. И Библия нас призывает, чтобы мы надеялись на Господа. Говорится, надейся на Господа и не полагайся на разум свой. Потому что Бог, Он может решить любую ситуацию, любую проблему. И таким способом, которым иногда нам просто даже, мы не можем даже додуматься, как это может произойти. Я думаю, у каждого из нас, если мы подумаем, вспомним, есть такие моменты, когда Бог выводил. И мы думали, что уже все или так не будет, как бы хотелось. Но Бог, Он нас просто удивлял своим всемогуществом. Слава Ему! И дальше говорится, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным на. А надежда, она не постыжает. Человек, который надеется на Господа. Есть еще такое похожее слово упование. Упование, это, объясняют словари, это твердая, стойкая надежда на кого-либо или на что-либо. Упование. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И когда мы надеемся на нашего Господа, эта надежда, она не постыжает. Если даже мы вспомним Старый Завет, были люди, которые надеялись на Господа. Попадали в разные тяжелые ситуации, проблемы, но ихнее упование, ихняя надежда, она была на Бога, и они не были в постыжении. Мы можем вспомнить пророков, которые переживали трудности, и Бог их выводил. В Сидрах, Месахе, Авдинаге, если мы вспомним, они тоже попали в такую ситуацию, что кажется, уже все, конец. Но у них была надежда на Господа. Они не были уверены на 100%, что они останутся живы, но они сказали, что мы верим, что Бог, Он может спасти нас. Мы надеемся, что Бог может спасти. Мы можем надеяться на то, что мы верим, что может нам помочь. Если мы верим, что человек может нам помочь, мы надеемся на него. Если мы верим в то, что финансы могут помочь, мы верим, что они могут нам помочь. Если мы верим в Бога, если мы верим в Его, доверяем Ему и знаем Его, наша надежда, она становится твердой, что Бог, Он может решить любую проблему. И эта проблема, которая предстала перед этими молодыми людьми, Бог им помог. Мы знаем, я не буду повторять, но вы знаете, что дальше произошло, они не остались в постыжении. Если мы вспомним, за Даниила тоже, который попал в этот ром, он тоже не остался в постыжении. Но написано, что некоторые мужи веры, которые уповали на Господа, надеялись, они, написано, были замучены. Как это понимать? Те получали ответы на свои вопросы, а другие были замучены. Но написано, что если мы только в этой жизни надеемся на Господа, то мы самые несчастные. Эта жизнь на земле, она не заканчивается. И мы должны смотреть немного дальше, что это не конец. Знаете, мы, знаете, я иногда встречал людей, которые говорили, что, а я верил, я молился, я надеялся. Я думал, что так и будет, как я просил. И с одной стороны, это правильно надеяться на Господа. Но я прочитал это второе место об этих двоих, которые шли в Емаус из Иерусалима. У них тоже была какая-то надежда перед этим. И когда Иисус приблизился к ним, они начали рассказывать и говорить, что был пророк. У нас была на него какая-то надежда. Но вопрос, на чем основана была эта надежда? Иисус им говорил одно, но у них была своя надежда. Они неправильно поняли. И произошло такое разочарование. Они думали, что события развернутся таким образом, а случилось совсем по-другому. Но Иисус предупреждал и говорил их. Если мы свою надежду, свое упование основываем на Слове Божьем, то мы будем иметь результат. Мы не постыдимся. Тогда еще вопрос, ну а почему Бог не ответил? Я встречал таких людей, которые говорили, ну почему? Почему я так сильно верил? Почему Бог не ответил? Ну а почему мы думаем, что именно так будет, как мы думаем? Мы должны учитывать еще, что есть воля Божья. Есть то, что мы не знаем. Есть то, что от нас скрыто. Почему Бог не ответил, почему Бог не дал свой ответ таким образом? И Иов, когда он попал в такое положение, когда у него не стало детей, когда он в этой болезни, в этих переживаниях, он сказал такие слова. Я еще их раз прочитаю. Вот он убивает меня, но я буду надеяться, я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. Это он говорил в адрес Бога. Другими словами, он не понимал, что происходит. Но говорит, я буду надеяться. И этот человек, он не остался в постыжении, в своей надежде на Господа. Он не остался в постыжении. И мы не останемся в постыжении, если мы свою надежду сохраним до конца. Если мы свое упование сохраним до конца. Потому что так написано, что надежда, она не постыжает. Даже если мы не получаем ответы, все равно любовь Божия, она изливается в сердца наши Духом Святым. И приходит покой, и приходит утешение. Даже если ответа нету. Но мы все равно верим, мы все равно надеемся на нашего Господа. Мы не остаемся в постыжении. Мы проходим эти ситуации, и некоторые люди, они смотрят на верующих людей и говорят, Ну как ты здесь прошел? Я не знаю, как я прошел. Но я знаю, что Бог мне помог. Я знаю, что Бог поддержал. Я знаю, что Бог тот самый трудный момент, Он давал силы. И мы не останемся в постыжении. И пускай Бог поможет нас, чтобы наша надежда, она была твердая. Бог, Он с нами. Слава Ему. Давайте прославим Его. Аминь. Слава Иисусу. Бог благ, несмотря ни на что, дорогая церковь, несмотря ни на что. Хотя, может быть, много из нас больных, немощных, уставших. Может быть, уставших уже от старости. Знаете, кто-то устал, может быть, от работы, изнемог. Но, тем не менее, Бог остается Богом добрым, благим. Несмотря на то, в каком мы состоянии находимся. Бог и добрый, любящий, милующий, ожидающий нас в Царстве в Своем, работающий с нашим сердцем, изменяющий нас. Слава Господу. Знаете, Аввакум говорит, хотя бы и не стало овец в загоне, да? Виноградник не дал плода. Мы такой псалом поем тоже. Все равно я буду славить Господа Христа. Знаете, если посмотреть, не все в церкви исцеляются, это правда. Не все выходят замуж. Не все, знаете, не у всех хороший, добрый брак. Это правда. Не все имеют детей. Не все. Это тоже реальность. Мы об этом молимся. Не все выходят из проблем сразу. Но, знаете, такой вопрос стоит. Если Бог не дал, не благословил, не исцелил, как мне жить с этим? Могу ли я все равно, знаете, Бога чтить, хвалить, все равно идти в церковь, почитать Бога Богом? Хотя, может быть, в моей жизни не все гладко, не все правильно. Могу ли я все-таки Бога чтить, по-прежнему любить, по-прежнему, знаете, с удовольствием приходить и слушать Слово Божье? Знаете, кто Он для меня? Пусть сегодня этот вопрос, братья и сестры, стоит у нас в сердце, потому что есть реальность, есть воображение. Часто, знаете, вот Дух Святой что-то нам говорит. И я заметил просто у себя в своей жизни такие вещи. Я иногда рисую это в голове, свои такие, знаете, картины. И мне кажется, что вот так вот должно быть. Жизнь, она идет. И смотришь, Слово, оно сбывается. Но не так, как я нарисовал, не так, как я надумал. И даже не в то время, которое я думал. Совсем в другое время. И знаете, в этом отрезке времени, когда ты находишься и ты ожидаешь от Господа Слова, что оно сбудется именно таким образом, ты можешь разбиться, ты можешь опустить руки, с тобой можешь все, что хочешь, произойти. И вот этот отрезок между тем, как Бог сказал, прежде чем оно сбылось, вот этот отрезок называется работа Божья. С твоим и моим сердцем. Слава Господу. Потому что в данный момент все с нами происходит. Но у Бога есть люди, любящие Его и верные. Слава Иисусу. Читаю Слово Божие, написанное к евреям, 12 глава. Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, сверним в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо придержавшего его радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Слава Господу. Слово Божие говорит нам такие слова, Деяние 1.8 написано, но вы примите силу и будете мне свидетелем в Иерусалиме до края земляжда. Слава Господу. И вот здесь Слово Божие говорит нам, посему мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. И я вместе с вами бы хотел порассуждать об облаке свидетелей, которое, знаете, есть у нас, и входим ли мы в это облако свидетелей. И вот здесь, посему имея вокруг себя такое облако свидетелей. Хотим мы этого или не хотим, но мы окружаем себя людьми, разными людьми. И если посмотреть конкретнее, то сегодня есть разные свидетели. Есть свидетели такие, которые, знаете, которые разрушают веру в людях. Вы помните Иисус Навин и Халев, когда пришли с обетованной земли вместе с другими людьми, как с оглядатами, к которым они ходили. И мы видим те люди, которые вместе с ними пришли, они, вот эти несколько человек, они в народе Божьем разрушили веру многих. Так же? Вот разрушители веры. Они говорят, мы не можем войти в эту обетованную землю, потому что там люди рослые и тому подобное. То есть они, они были свидетели, но худые свидетели. И вот есть такие люди, которые вроде бы и верующие, но свидетельство их говорит об обратном. И свидетельство худое. Оно разрушает веру. Некоторые говорят, та наша молиться. Зачем молиться? И вот, знаете, кем мы себя окружаем, какими свидетелями, кем мы вдохновляемся? Кто, знаете, на кого мы смотрим, на кого мы фокусируем свой взгляд, христианский взгляд? Посему имею вокруг себя такое облако свидетелей. Вы помните таких людей, которые после воскресения Иисуса Христа, Слово Божие говорит, они говорили, что Он не воскрес, Его ученики украли. Они тоже свидетельствовали, но это были ложные свидетели. И вот, Писание много говорит о таких свидетелях, разных свидетелях, которые свидетельствуют о Боге. И они неправильно свидетельствуют. И вот, я рассуждаю о том, как, кем мы себя окружаем. Есть такое понимание, люди без царя в голове, знаете, и вот я последнее время рассуждаю об этом, находясь в Америке, я просто с людьми, когда встречаюсь, я вижу, что сегодня все меньше и меньше авторитетов у людей. Все меньше и меньше, знаете, среди народа Божьего, они, знаете, от почетных служителей, на которых бы они равнялись. Все меньше и меньше этих людей. Все больше и больше, знаете, среди народа Божьего какие-то, знаете, идут такие разговоры, и тот не такой, и тот не такой. И тот не авторитетный, и тот не авторитетный. И это плохо. Когда нет у братья и сестры авторитетов, знаете, вот для человека, с ним тяжело работать. Ты не знаешь, как его вдохновить, как его поднять. Какие слова для него найти, если ты для него не авторитет вообще. Ты не знаешь, что сказать ему, чтобы он Господу служил, чтобы он был ревностный, чтобы его молитвенная жизнь поправилась. Если ты для него, знаете, вот, как говорится, нолик. Помните, Иисус Христос, когда приходил в определенные места, там его тоже не воспринимали. Мы, говорит, знаем его, про Иисуса Христа говорили. Мы знаем его. И вот, в Библии написано, было время в Израиле, когда не было царя, и каждый делал то, что ему вздумается. Вот такое время было. Но я сегодня просто, знаете, вот перед собранием тоже рассуждал, я думаю, как важно сегодня иметь все-таки людей вокруг себя и облако, которым бы ты вдохновлялся. Не знаю, как вы, но есть в Библии много мест Писания, есть люди, которым было очень тяжело, но они прошли этот путь. Меня всегда вдохновляет Елисей. Илья вдохновляет. Для меня они являются, знаете, людьми, как говорится, ну, авторитетными. Я смотрю на их жизнь, я вдохновляюсь. Мне хочется гореть, мне хочется бежать для Бога так, знаете, чтобы Он принял мой бег. Мне хочется, братья и сестры, так служить, как многие из них служили. И хорошо, когда у нас, братья и сестры, есть авторитеты, когда мы не просто приходим в церковь послушать Слово Божие, но дома мы читаем Слово Божие, и для меня Иосиф, знаете, является авторитетом. Он является моим облаком свидетеля, свидетельства. И другие мужи Божии. Хорошо, когда вот у нас есть такие люди, хуже, когда у нас нету никого. И мы сами двигаемся. Есть такой человек, как Нейман в Библии. Он пришел в Израиль, он хотел получить исцеление от Господа. И мы все знаем эту историю, когда он уже, будучи пришел, он думал, что вот так вот будет. Он думал, что Бог его исцелит таким образом, что Пророк Божий выйдет, возложит в него руки, там и скажет, там пророчество, то есть он получит исцеление. Он себе нарисовал такую картину. Но вдруг он приходит, и слуга выходит, и говорит, иди, окунись, говорит, в Иордане. Семь раз. И знаете, вот человек вроде бы выслушал Слово от Господа, но обиделся. И обиделся. И пошел совершенно в другую сторону. Но мне нравится, что есть такие люди, которые всегда повернут. И вот у него были такие слуги, которые говорили, слушай, царь, если бы что-то еще, знаете, важное сказал, не исполнили бы ты, знаете, вот если бы он что-то другое сказал. И вот смотришь, мысли этого человека, да, эти слуги, они взяли и повернули его. Повернули в правильное направление. И он пошел, просто окунулся и получил исцеление. И не просто получил исцеление, а поменял свою веру. Слава Господу! Он поменял свою веру. И вот я рассуждаю, знаете, о мужах Божьих, о тех, кто прошел непростой путь. Давид, знаете, Иосиф с Марии. То есть это люди, это облако свидетелей, которые в мою жизнь очень много, очень громко говорят. И больше всего того, скажу, братья и сестры, очень важно иметь в себе в жизни таких людей, которые бы вдохновляли бы тебя, которые бы помогали бы тебе двигаться в царство Божье. Хуже, когда таких людей в жизни твоей нет. Нету таких ревностей, братьев и сестер, которые бы хотели бы молиться с тобою, исполняться Духом Святым. И пусть сегодня Бог благословит, мои дорогие церковь, чтобы мы сегодня, правда, запаслись облаком свидетелей вокруг себя. И что эти свидетели мне говорят? «Они меня поднимают, вдохновляют, к молитве зовут. Мне хочется, знаете, жить, как учит Библия, или все-таки самому как-то двигаться. Пусть сегодня Бог благословит. И я хотел бы вместе с вами об этом помолиться, чтобы Бог помог сегодня нам, знаете, сфокусировать свое внимание на тех людях, которые любят Господа. чтобы мы сегодня видели в жизни своих служителей, которые верны Господу. Я вот недавно разговаривал с одним человеком, знаете, вот беседуешь, член церкви, для него пастор не такой, дьякон не такой, тот служитель тоже не такой, проповедник тот вообще плохой. И знаете, вот смотришь, человек оценивает чье-то служение, он взвешивает чье-то служение, и смотришь, для него тени-то, я говорю, а кто для тебя такой? И я увидел, что для человека нет авторитетов. Он сам себя пасет на своих пажетях. И пусть сегодня Бог благословит, дорогие мои, чтобы у нас такого не было, чтобы у нас были люди, которым скажешь, они за тебя помолятся. Чтобы были люди те, которые ты им скажешь в свою проблему, они сопереживают. И не только они, но и ты им сопереживаешь. Вокруг нас, чтобы были люди, которые говорили, что Бог благ, Бог милостив, Бог добр. Чтобы у нас вокруг были люди, которые говорили, надо молиться. Чтобы у нас были вокруг люди, которые скажут, пройдешь, этот путь пройдешь, тяжело, многим было тяжело, но ты пройдешь. Чтобы были люди, которые вдохновили бы нас. Добрым словом, пусть сегодня Бог благословит. Ищите, братья и сестры, таких людей, которые верны Господу. Люди, которым Бог не просто сходить в церковь, это люди, которые ждут Господа и дома, и в церкви. С такими нужно дружить, на таких нужно равняться, с такими строить нужно отношения, и молитвенные, и жизненные. Пусть Бог благословит. Я бы хотел об этом помолиться. Слава Богу, братья и сестры, за прекрасное служение сегодня, за то, что Бог, Он продолжает говорить к нашим сердцам, и Он заставляет, как бы, дает такое, на разум нам, дает такую пищу, над которой нам надо над которой думать, рассуждать. И это очень важно. И как брат Костя проповедовал, говорил, помните, как написано, что в последние дни будут люди вот такие, вот такие, там перечисляется много, но в одном месте Слово Божие говорит, удаляйся от таких. Удаляйся, потому что хорошему явно не научишься. Сможешь ли ты повлиять или нет, это еще вопрос. Знаете, как особенно говорит худые сообщества, они развращают добрые нравы даже. Вот. И вот эти мысли навевают, как Слово Божие говорит, кто хочет быть другом миру, он становится врагом Богу. Поэтому нам это, нас предупреждает, и мы должны всегда помнить об этом, всегда помнить, что я вот вспомнил почему-то Давида, и там как перечисляются, какие были, окружали Давида люди, да. Они были сильными, они защищали его, они, если он шел, они просто окружали, и говорит, вот этот один из, там, из 30, да, и он то и то сделал, второй, там, перечисляются их достоинства, очень сильные люди, вот. Давид, он окружался себя сильными людьми. Я думаю, что, конечно, нам нужно, нужны общения такие, говорят, вообще-то люди так говорят, что люди собираются по характеру, или люди собираются по интересам, люди собираются, вот, а какой у нас интерес, если мы любим Господа, допустим, тот, кто любит петь, он соберется с теми, кто любит петь, да, они будут вместе петь, кто любит молиться, он, куда бы ни пришел, он любит молиться, ему надо люди, которые для общения, для молитвенного, чтобы друг друга поддержать в молитве, это действительно такие желания, пожелания сердца нашего, но я сегодня еще вот мысль такую встретил, что, знаете, когда мы думаем, когда мы думаем о Господе, да, о нашем Боге, о Его величии, вы знаете, сердце окрыляется, оно наполняется радостью, что мы имеем такого Господа, но если только мы отвлечем от Него взгляд и начнем на себя смотреть, какое-то уныние посещает, какое-то уныние, бывает разочарование, потому что бывает и там не так, и то еще не так в твоей жизни, и так, если на себя будешь смотреть, вообще невозможно поднять глаза к небу, но как посмотришь на Господа, хочется молиться, хочется петь, хочется приближаться к Богу, потому что осознаешь, что Господь это Вседержитель, Господь это Тот, Который Судья, Тот, Который сотворил небо и землю, то есть Его величие такое сильное, великое, могущее, но хотел бы я сегодня немножко из Слова Божьего порассуждать о наших страхах, вообще, страх, что-то такое, знаете, часто наша жизнь, ну, потому что мы люди и мы в теле, и наша жизнь бывает наполнена различными страхами, и одни страхи полезные для нас, а другие совсем не полезные, которых нужно избегать или постараться, чтобы их не было, допустим, если Слово Божье нам говорит о страхе Божьем, это же полезно для нас, так же? Страх Божий, страх Божий говорит началом мудрости, если страх Божий присутствует, человек не грешит, он любит Господа, это любовь проявляется в его жизни, потому что он имеет страх Божий, он не грешит в то время, он не грешит, потому что он боится Господа, помните, тот же Иосиф, о котором мы сегодня вспоминали, Иосиф говорит, как я могу такое сделать? Я боюсь Господа, я боюсь Бога, то есть у меня есть страх Божий, и этот страх Божий он хранит от многих вещей человека в жизни, потому что действительно страх Божий он сохраняет от зла, но есть другие страхи, о котором, я думаю, в последние времена особенно, Дух Святой он говорит, что на многих людей нападает страх плотской, страх плотской, который не, он не для славы Божьей, услышали пророчества, или услышали какие-то вести, и страх нападает, и чувствуют, и чувствуют, о, кажется, уже все, конец света приходит, или уже, ну, все, жизнь заканчивается, и человек, именно такие люди, если мы рассуждаем над Словом Божиим, именно такие люди, говорит, написано, что будут из комнаты в комнату бегать, да? Потому что нету надежды, потому что нету упования, нету веры той, которая действительно укрепила бы сердце. А Слово Божие, как-то после таких происшествий, недавно были похороны, и мы много там слышали рассуждений, и, знаете, оно навевает. Слово Божие, говорит, мы живем ли или умираем, мы всегда Господни. Всегда Господни. То есть, нам надо достигать, достигать такого состояния, чтобы мы действительно, перед чем, перед чем, но некоторые люди очень сильно панически боятся. Как? О смерти мне не говори. Почему? О, это ты что? Это запрещенная тема. Почему? Потому что он боится. Он боится, что когда-нибудь его жизнь закончится. А знаете, почему боится? Он не знает, куда даже пойдет. Он не знает, куда пойдет. Он не знает, что его ждет там, за вот этой гранью. И поэтому Слово Божие нам говорит, что нам надо сегодня, сегодня трезво рассуждать над Словом Божьим, сегодня вникать в это Писание, сегодня, чтобы мы убрали все преграды между нами и Господом, убрали то, что оно может нам помешать, то, что не пустит нас в Царство Небесное, куда стремится наша душа. Поэтому страх, вообще-то, он имеет огромную силу в нашей жизни. Огромную силу. Вы знаете, что все люди, все, которые мы находимся с вами в теле, у нас есть естественный страх. Допустим, допустим, страх, допустим, вы же не сунете руку в огонь, да? Потому что это инстинкт, ну, можно сказать, и страх, потому что это сохранение, это сохранение своей жизни. Очень, очень как-то странно, если человек говорит, я ничего не боюсь, он и в огонь, и в воду кидается, и он, это что-то не так, что-то здесь непонятное. Одного такого человека посмотрят, он какой-то бесстрашный, он может кинуться там на ходу, там, из машины выскочить, и так далее. Оказывается, взяли на исследование, у него там что-то там в мозгах какое-то, именно та область, которая за страх отвечает, а у него нарушена. Он, оказывается, уже он больной человек, понимаете, у него нету нормального страха, чувства страха, потому что Бог, он с самого начала так сотворил человека, что нормальный вообще этот страх, он должен присутствовать. Часто разговариваешь с молодыми людьми, они говорят, молодые люди, я ничего не боюсь, я ничего не боюсь. Начинаешь о смерти с ним, или о том, что жизнь закончится, а он и этого не боится. Хотя и не знает, куда он пойдет, но он говорит, почему вот молодые люди, вы замечаете, в последнее время очень много, большая такая статистика, очень много молодых людей заканчивают жизнь самоубийством. Он даже не осознает, что он закончит жизнь. А куда ты дальше пойдешь? Куда ты дальше пойдешь? Что твоя душа наследует? То есть, и они просто не думают, они как бы для себя, для всех доказывают, что он не боится ничего. И это очень большая глупость. Очень большая глупость, потому что совсем вот в таком смысле не бояться, это беда целая. Поэтому страх, он проявляется очень по-разному. Иногда это реакция на угрозу безопасности, или даже самой жизни человека. Это тот полезный страх, который сохраняет человека. Но иногда человек боится, допустим, потери положения своего, репутации, уверенности, семьи своей, друзей, состояния какого-то имущества, власти, счастья, и, наконец, даже будущего и так далее. И все эти страхи, они, конечно же, влияют на нас, влияют в нашей жизни, потому что они формируют наше поведение. То есть, исходя из тех страхов, человек может вот так поступать или иначе. Вы знаете, что написано в Слове Божьем, что истину познаете, да? Истина сделает вас свободными. Свободными от всех лишних, можно сказать, демонических страхов, от того, что может пугать нас с вами. Часто бывает с людьми разговариваешь и удивляешься. Он боится всего и все, только не Господа. Он боится всяких там бабушки-шептухи, он всяких боится, экстрасенсов, он всего боится. Но Бога не боится. Он не боится грешить, он не боится. А мы бы подумали, наоборот же нужно, чтобы самый главный вот этот страх Божий был в твоей жизни. Остальное, то оно, оказывается, можно и не бояться его, потому что, если ты с Господом, Господь, охрана твоя, защита, то это совсем другое положение. Так вот, числа в 14 главе сегодня Костя немножко вспоминал. Помните тот момент, когда вернулись эти соглядатые, да? И 10 человек говорили очень плохую информацию, да? И 2 человека только говорили, мы можем это сделать, Господь с нами. Посмотрите, мы, если Бог дает нам эту землю, нам только пойти и взять ее, Господь будет с нами. И они все-таки убедили те, большинство, 10 человек, они убедили всех людей. И здесь вот в 14 главе 9-10 стих написано, только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказало все общество побить их камнями, но слава Господне явилась в скине собрания всем сынам Израилевым. То есть все равно они поверили негативному, но сам Господь защитил, чтобы хоть камнями не побили их, потому что а эти люди, они имели веру, они имели, они говорят, не бойтесь, и вот эти израильтяне, они боялись хананеев, страх вызвал среди них ропот, и мы видим бунтарские такие речи, ложные выводы, и даже породил планы, чтобы убить всех вот этих вождей, другого возьмем, поставим над собой, и пойдем совсем в другую сторону, вернемся назад, откуда вышли. Такие у них планы были. Если бы Господь только не вмешался бы, то, наверное, эти планы могли бы осуществиться. И когда-то первосвященники, они лжесвидетельствовали со страхом, лжесвидетельствовали против Христа из страха перед Римом, из боязни утратить свою власть, положение, влияние, даже говорили, смотрите, к нему все люди идут, как мы можем, мы уже не справляемся с положением, они все к нему идут, и нам надо срочно что-то делать с этим человеком, и они таким образом устроили то, что Иисус Христос, хотя это было и по Писанию, но они его уничтожили. 26 глава Матфея, 59 стих говорит так, первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей проходило, не нашли, но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить, храм Божий и в три дня создать его. И это, конечно, было, там есть в одном месте прямо говорится, что это из страха было. Из страха, из страха потерять свое влияние, потерять свое положение. Они не обратились, они не узнали в нем действительно Сына Божия. когда-то Петр, он клялся, божился, что он не знает Христа, потому что боялся. Страх такой плотской пришел, и он просто, хотя это было и предсказано Христом, Христос сказал, когда они все говорили, что они, Петр говорит, я за тебя готов, даже на смерть, если нужно, я пойду, но он ему говорит, не пропоет петух, да, а ты отречешься. Поэтому это было из-за страха. Фарисеи солгали из страха, чтобы сохранить свое положение. И вот, смотрите, народ мог принять Христа как Мессию. Иоанна, еще к этому же я прочитаю, Иоанна 8 глава, 44 стих. Опять же, это место я читал буквально в воскресенье, но опять мы возвращаемся к нему. Говорит, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, а говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. То не верите мне, да. Вот обличение такое делал Иисус на фарисеев. И иногда люди могут друг другу угрожать, угрожать, оскорблять и страха, конечно, перед ними. Страх быть, допустим, пойманным на месте преступления или, как говорят, на горячем поймали, да. то есть и этот страх, он заставляет человека пускаться на хитрости, даже прямо лгать. И это совсем негативный страх, так же. Многих людей просто вот такой страх, он не допускает, чтобы просто раскаяться перед Богом. Они говорят, о, а как, а что подумают за меня люди? А как, а как я, и это будет, ну, такой страх нехороший. Это нехороший страх, он негативный, держит людей, они не могут освободиться от греха, не могут, потому что им страшно. А как, как это будет выглядеть, как, что за меня скажут и так далее. Даже то, что мы сегодня слышали за свидетельство, да, свидетельствовать людям и так далее, многие не свидетельствуют тому, что стыдно или страшно, страшно, о, а что я могу говорить, а что я им скажу, а как, и так далее. То есть вот этот страх, он не дает людям свидетельствовать. И поэтому страх утратить дружбу или внимание приводит к лести и преувеличениям. Это совсем другой немножко, да, страх. О, надо льстить человеку, надо говорить хорошее, чтобы он, чтобы так, дружба. На самом деле Слово Божие как говорит? Тот, который льстит, да, он расставляет эти силки, да, а тот, который прямо говорит и истину, вот тот настоящий друг. Вот он настоящий друг. Может быть, оно будет неприятно, но тот человек подумает и думает, вот это настоящий друг, потому что он может сказать прямо, он может сказать то, что есть, не то, что хочется услышать. за последнее время, помните, что говорится, будут люди искать учителей, которые льстили бы слуху. О, есть такие проповедники, говорят, да, мы уже все, мы уже все на небесах сидим, нам останется только туда прийти и все. О, подождите, надо, мы еще в теле здесь, и вы знаете, что наоборот, Дух Святой говорит, что нам надо очень, очень трезво оценивать эту обстановку, чтобы мы не забыли, чтобы мы не потеряли этот чистый смысл, потому что, если мы вот это потеряем, мы можем вообще не дойти туда, поэтому, пускай нам Бог поможет. Бог часто помогает нам расти духовно и повиноваться Ему, посылая нам чувство страха или неуверенности. Этот страх очень полезный. Когда боимся чего-то или такой страх подходит, мы что, начинаем больше молиться? Больше молимся, просим, Господи, помоги нам, помоги. Когда наслушаешься какой-то негативной информации, конечно, вера разбивается. А когда читаешь Слово Божье, о, слушай, Господи, Ты меня ведешь, Ты мне поможешь, что бы ни встретилось, Ты проведешь меня. Это совсем другая позиция. Это то Слово, которое нас просто поддерживает, окриляет. Потому что с Богом все возможно. Господь может своих детей провести, но к несчастью, знаете, не все из нас и не все мы, не все мы со своими страхами к Богу обращаемся. Вот в этом беда. Не со всеми своими страхами мы идем к Господу. А нам надо научиться этого, чтобы со всеми своими страхами или неуверенностью в чем-то, но мы должны к Нему обращаться. Он есть Господь. Он, Который знает нас. Меня, знаете, утешает одно слово, я его постоянно напоминаю. Говорит, Он больше нашего сердца и знает все. Насколько это важно? Он больше нашего сердца. Он знает все. То есть, Он знает больше, чем я ему могу рассказать. Вы понимаете, да? Он знает абсолютно все. прежде нашего прошения, Он знает все наши нужды. Скажете, ну а что нам тогда молиться? Ну, Он желает, чтобы мы вот именно через молитву мы привязывались к Нему, потому что Он есть. Мы вот этим показываем, что Он наш единственный выход. Тот, на которого мы надеемся. Потому что, знаете, часто бывает очень много подпорок в жизни человека. Он надеется то на финансы, то на связи, то еще что-то. А Бог-то не хочет этого. Он хочет, чтобы ты уповал на Него. Чтобы ты на Него уповал. И поэтому мы часто, как люди, пытаемся выжить своими силами, но чаще всего это приводит к отчаянию и к какому-то краху. И поэтому ни для кого не секрет, что чувство страха, часто наши вот эти страхи, чувства выражаются в наших речах. Поговори немножко с человеком и немножко уже почувствуешь, чем человек дышит. То есть, как он вообще-то уповает на Господа? Он тебе говорит, как? Да ничего, будем надеяться на Господа. Будем, ничего, будем стремиться, да как бы темно не было вокруг, как бы враг там не изощрялся, но мы же имеем надежду на Господа. Бог у нас впереди и так далее. Смотрите, 18 стих, 4 глава, 1 Иоанна. Здесь написано так, в любви нет страха, но совершенная любовь изгодяет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Я уверен, что вы понимаете, о каком это страхе идет речь, да? О том неполезном, нехорошем. Когда мы познаем больше Господа, истину его познаем, то этот страх уходит, потому что оно все лишнее. Лишнее сатанинское, то, что иногда использует даже враг, чтобы напугать. Вы знаете, что Слово Божие говорит, где будут боязливые, да? Нехорошее место. Там, там, и лжепророк, там, и этот, и боязливый, там, ну, они все в одном месте. То есть, это не о хорошем, не о хорошем страхе говорится. Это совсем то негативное. И здесь то же самое Слово Божие говорит, в любви нет страха. Ну, человек, который наполнен любовью, у него есть страх Божий, но страха такого плотского у него нету. Почему? Потому что, говорит, любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, и боящийся, он несовершен любви. Поэтому, смотрите, как переплетаются, и можно это даже иногда испутать в своей жизни все вот эти страхи. Одни полезные, а другие совершенно неполезные. Одни те, которые нам надо, и мы должны стремиться, чтобы этот страх Божий был в нашей жизни, а другой он неполезный. Вот этот плотской страх, который люди, говорят, метутся, бегают из комнаты в комнату, не имея надежды. Такой страх нам не нужен. Поэтому, пускай поможет нам Господь, чтобы со всеми своими страхами мы к Нему стремились. У нас есть тот Господь, который знает нас. Он больше нашего сердца, Он знает все, знает нашу жизнь, знает все наши переживания. Потому что Слово Божие, смотрите, я часто это место вспоминаю, говорит, Он знает даже наши вздохи. И как мы вздохнули, да? Или говорит, иди, у Езекиля написано, одному ангелу иди, говорит, если ты встретишь человека, который посмотрит на все окружающее беззаконие, он будет вздыхать в своем сердце. Что сделай? Говорит, поставим ему знак на челок. А другому говорит, иди следом и истребляй всех, которые без этого знака. То есть человек, он посмотрел, везде грех, везде такое беззаконие, и ему так больно, он просто вздыхает тяжело от этого всего увиденного. И это тоже оказывается драгоценно, да? Ему это не нравится, ему это тяжело от этого. Говорит, ангелу поставь знак на это чело, потому что это человек Божий, да? Этот человек знает Господа, ему больно, он смотрит на все беззаконие, ему тяжело становится в сердце, как тот говорит, каждый день мучился в праведной своей душе, да? Каждый день. Поэтому пускай Бог поможет нам, благословит нас, мы сейчас будем еще молиться.